Компания Кораль представляет Роберто Мол, Дат Дейджер, Рикардо Бьянки, Шанталь Бодо, Джонатан Монтенегро, Мануэль Салазар, Флор Елена Гонсалес, Мариселла Буитраго, Антонио Куэвос, Луис Альберто Демоссас и другие. Композитор Армандо Маскера Операторы Игнасио Гонсалес и Хуан Гонсалес Продюсер Хосе Херардо Гильен Режиссер Тони Родригес Оказывается, мы были недалеко. Он всегда найдет кратчайший путь. Вы знаете, зачем мы здесь, да? Я знаю, что вы меня ищете. Вам нужно лекарство от лихорадки. Нам нужна помощь. Эти семена остужают жар тела. Я знаю. Лекарство кончилось. Если мы перестанем давать его больным, они все скоро умрут. Ждите здесь. Лиза, ты слышала, что он сказал? Будет лучше, если мы останемся здесь. Спасибо. Пожалуйста, принесите шампанского. Нет. Лучше что-нибудь другое. Я не очень люблю шампанское. Хорошо, Сильвия. Как скажешь. Как насчет коктейля? Например, пинаколада? Да. Отлично. Принесите пинаколаду, а мне виски. Спасибо. Это не так обязывает, да? Что? Я говорю о том, что шампанское – это интимный напиток, а ты всячески стараешься этого избегать. Хорхе Игнасио, пакеты, которые ты оставил в номере… Они твои, я же сказал. Постарайся понять, Хорхе Игнасио. Да, сегодня я снова была маленькой девочкой, которую завалили подарками. Но я не могу их принять. Почему, Сильвия? Чего ты боишься? Я не боюсь. Ну ладно, ты можешь их вернуть, если ты этого хочешь. Спасибо. При одном условии. Мы потанцуем после ужина. Должен сразу предупредить, что я не гений, но я буду стараться. Хорхе Игнасио, пожалуйста, не обижайся, но я не могу. Я хочу одного. Поскорее добраться до номера и позвонить домой, узнать, как девочки. Спасибо. Ладно. Ладно. Раз я не могу уговорить тебя, остаётся смириться за тебя. Теперь тебе негде лечь. Честное слово, мы бы обошлись. Я уже спал с девочками. Карлос, я же не могла положить их на полу. Не бери в голову, я так переволновалась, что вряд ли смогу уснуть. Мне больше некуда пойти. Что случилось? Почему ты ушёл из дома? Это не мой дом, и никогда им не было. Да, но... Когда я уходила, всё было нормально. Я не понимал, что на самом деле происходит. Маргарита открыла мне глаза. Я знаю, что она меня недолюбливает, но я всё равно ей благодарен. Не понимаю. Ты поговорил с Сильвией. Тебя беспокоила только Беба. Я не знал, что там творится. Где творится? На острове. Куда всё-таки отправилась моя жена? Маргарита показала статью про треклятую презентацию кукол, на которую она полетела. И что? Что? Там была фотография, где они обнимались, чуть ли не целовались. Ты понимаешь, Мария Анжела, я чувствовал себя виноватым, когда брал тебя за руку, а она там... Карлос, нельзя бросаться такими обвинениями. Подумаешь, фотография? Да. Я тоже так подумал. Но потом я прозрел. Я считаю, что ты должен поговорить с Сильвией. Я хотел. А ты знаешь, кто снял трубку в её номере? Низкий грудной голос. Спокойный, уверенный в себе. Но это была не Сильвия. Вовсе не Сильвия. Мне очень жаль, Карлос. Не надо, Мария Анжела. Мне не нужна жалость. Я не хочу, чтобы ты из-за нас переживала. Знаю, я придумала, что нам сделать. Тебе нужно выпить. Мне тоже не помешает. Как насчёт виски? Давай бутылочку и стаканы, а я переоденусь и принесу лёд. Хорошо? Я сейчас, быстро. Я не уверена, что он понял, Сантьябло. Лекарство нужно немедленно. Дорогая, он велел ждать. По-моему, он понял, что нам нужно, и он скоро вернётся. Дай бог. Вот, держите. Спасибо. Я понесу, Лиза. Нам нужна ваша помощь. Нам удалось остановить эпидемию, но этого мало. Мы не добились того результата, как у Хиларии. Почему? Лечение не только в семенах. Оно в знании. Мы всё делали так, как вы говорили. Мы давали больным отвар. Если болезнь не была в теле слишком долго, то семена её убьют. То есть, если человек заболел давно, спасения нет? Спасение придёт, когда учёный человек повернётся к природе. Ты понимаешь, девочка? Доктор Контрерас. Человек из города. Он найдёт избавление. Отнеси ему семена. Привет, папа. Зачем ты пришла? Ты знаешь, что я ходила к матери, Сантьяго. Нам надо поговорить. О какой правде ты говоришь, Барбара? Не будь наивной. То, что ты называешь правдой, всего лишь твоё видение фактов. Это не моё видение. Это то, что я слышала. Мне больно думать, что мой отец на такое способен. Пожертвовать жизнью бедняги, чтобы уничтожить Сантьяго. Ты это сделал, папа. Ты приказал его убить. Сантьяго заставил тебя страдать, Барбара. А ты, вместо того, чтобы придумать, как ему отомстить, предаёшь отца и защищаешь негодяя. Неправда. Дело совсем не в этом. Неужели ты не понимаешь, что я убежала из дома и отправилась к сеньоре Лоизе не ради Сантьяго? А ради чего? Ради себя. Я хочу измениться. Я только сейчас поняла, в каком кошмаре. Я жила все эти годы. Ты тоже часть нашей семьи. О чём ты говоришь, Барбара? Я хочу жить нормальной жизнью. Быть нормальным человеком, не бояться смотреть людям в глаза. А-а-а. Ты стыдишься родных. А как ты смеешь после всего, что мы для тебя сделали? Посадили в золотую клетку. По-твоему, этого мало? А ты понимаешь, что в этой стране большинство еле сводит концы с концами? Тебе знакомо такое слово? Привязанность. Если люди друг друга любят, они вынесут всё. Когда ты в последний раз поцеловал маму? Приласкал детей? Ты думаешь только о работе. Твоя мать непростой человек. Дело не только в маме. Я говорю обо всех. О тебе, обо мне, об Ониболе. Мы окружены роскошью. Но в глубине души мы беднее последнего нищего. Тебе на нас наплевать. Для тебя существует только твой бизнес и мечта уничтожить Сантьяго. 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 Забудь его. Это просто каприз. Нет, не каприз. Сантьяго заставил меня измениться. Он помог понять, что не всё в мире измеряется деньгами. Что нельзя навязывать другим свою волю только потому, что ты Салис. Моя семья смысл моей жизни. Иногда мне хочется убежать, завести свой собственный дом. Но я не могу. И это не упрямство. Это не упрямство. Это привычка. Ты хочешь сказать, что чувство ни при чём? Конечно, при чём. Но иногда мне кажется, что ты просто привыкла быть жертвой. Ты отказалась от самой себя. Хорхе Игнасио, ты ошибаешься. Почему не дать волю своим чувствам? Хорхе Игнасио, пожалуйста. Взгляни правде в глаза хотя бы раз. Что ты чувствуешь, когда я рядом? Например, сейчас. Я уже говорила. Я хочу услышать снова. Сначала отпусти. Да. Мне приятно, когда ты рядом, и я... я боюсь потерять над собой контроль. Мне приходится себя сдерживать. А зачем мучиться? Я не вижу выхода. Если я проведу с тобой хотя бы одну ночь, мне придётся отказаться от того, что я люблю больше всего на свете. От того, чему я посвятила свою жизнь. От своей семьи. Ты хочешь сказать, что единственное препятствие на пути к нашему счастью это твоя семья? Без них моя жизнь потеряет смысл. по-моему, шаман обманывает и себя, и других. Ты извини, что я так говорю. Есть вещи, которые нельзя объяснить. В конце концов, вся медицина вышла отсюда, из природы. Да, но... получить чудодейственное средство из рук шамана Закрой на минуту глаза и прислушайся. Чувствуешь, сколько вокруг нас звуков? Животные, деревья, жизнь. Земля — живое существо, и ей больно от того, что мы делаем. мне начинает казаться, что джунгли тебя изменили. Но это ничего. Ты мне все равно нравишься. Я даже готов нарядиться шаманом и разрисовать лицо, чтобы доставить тебе удовольствие. я готов на все, лишь бы увидеть твою улыбку и услышать твой смех. Почему так получается, Карлос? Почему счастливая семья распадается? Мир меняется, вместе с ним меняются наши ценности. Все стало по-другому. Женщины работают, мужчины сидят дома с детьми. У меня было не так. Мой муж ходил на работу, а я стояла у плиты, заботилась о сыне. Но все кончилось так же. Я осталась одна. Да. Не знаю, иногда мне кажется, что у нас просто не хватает терпения. Никто ни от кого не хочет зависеть. Как только появляются препятствия или кто-то понравится больше, муж и жена отворачиваются и разбегаются в разные стороны. Ни ты, ни я ни от кого не отворачивались. Нас предали, причем они этого даже не заметили. Перестань. Мы же договорились не плакаться. Извини, просто мне вдруг стало обидно. Не надо, Карлос. Зато я перестал себя чувствовать виноватым, когда беру тебя за руку. А ты? А я никогда и не чувствовала. Я опять выиграла. Я не дам себя победить. Пусть у меня проблемы с Карлосом. Я не разрушу то, что я с таким трудом построила. Кошмар! В этом доме мне не будет покоя. Кто это? Привет, Маргарита. Это Сильвия. Можно Карлоса? Кого? Кого-кого? Моего мужа. В смысле, бывшего мужа, дорогуша. Мне очень жаль, но кукольник не оставил даже стоптанных ботинок. О чём ты говоришь? Я говорю, что он ушёл, милочка. Как ушёл? Ушёл, как уходят люди, когда им надоедает быть посмешищем. Забрал вещи, девочек и свалил. Мы уже вышли из возраста, когда стесняются сделать следующий шаг. Даже после первого поцелуя мы можем не тянуть резину и сразу перейти ко второму этапу. Только не говори, что тебя по-другому воспитали. Хотя мама наверняка повторяла, Марианжела, если будешь легко уступать, тебя они будут уважать. Если ты уступишь одному, ты также уступишь другим. Точно и пойдёшь по рукам. Карлос! Это не про меня. Я не первый встречный. Мы давно знакомы. Карлос! Или ты думаешь по-другому? Нет. Ни в коем случае. Я тебе верю. После сына ты самое прекрасное, что было в моей жизни. Карлос, почему ты ушёл? Как ты мог, Карлос? Неужели только из-за того, что я согласилась поехать? Наверняка что-то случилось. Вдруг это ты звонил, когда Хорхе Игнасио взял трубку? Хорхе Игнасио! Я не верю, что какие-то семечки могут вылечить такую страшную болезнь. Нет, я не говорю, что я не верю, но просто... Пока это единственный человек, который нашёл лекарства. И мы должны сказать ему спасибо. Что? Почему ты так смотришь? Потому что мне нравится всё, что ты говоришь. Мне нравится блеск в твоих глазах, запах твоей кожи, страсть, которую ты вкладываешь в каждое слово. Это страшная болезнь, Сантьего. Не представляю, что бы я делала, если бы заболел кто-то из родных. Я не хочу об этом даже думать. У нас есть семена, значит, есть надежда. Всё не так просто. Нужно как можно скорее определить их химический состав. А это может сделать только доктор Контрерос. Значит, мы должны его найти. В этом-то и проблема. Мы не представляем, где... А если он не появится, все наши старания окажутся напрасными. Я не могу видеть её агонию. Я не выдержу, Висенте. Не теряй надежды, Августо. Ты должен верить, что Беба поправится. Густаво, как она? Без изменений. Не волнуйся, кое-что говорит о нашу пользу. Беба молода, её организм борется с болезнью. Августо, иди домой, отдохни. Нет-нет, я останусь. Здесь тебе нечего делать. Я понимаю, что ты хочешь быть рядом с сестрой, но в таком состоянии я не смогу тебя к ней пустить. Езжай домой, выспись. По-моему, он прав. Ты нужен Бебе сильным. Нам обоим необходимо отдохнуть. Вернёмся завтра утром, ну, вдруг она очнётся. Да? Присматривай за ней. Не волнуйся. Пока. Тебя это тоже касается. Сейчас ты не можешь ей ничем помочь. Я делаю, что могу. Я буду рядом. Ты собираешься сидеть здесь всю ночь? Ничего. Я непривередливый. Ну, как знаешь. Карлос ушёл из дома и забрал девочек. Сильви, я... Он не смог простить, что я согласилась поехать. Это абсурд. Ты в командировке. Ему всё равно. Успокойся. Откуда ты знаешь, что он ушёл с девочками? Невестка сказала. Я не хочу его терять. Он... Он не должен так реагировать. У меня не укладывается в голове, Сильвия. Если только... Он не решил воспользоваться ситуацией. Нет. Карлос не мог забрать малышек. Он меня не бросит. Я не смогу без них жить. Не смогу. Без семьи всё потеряет смысл. Ты понимаешь? Всё. Василиева. Ус.- Назвучit. Ник kleine. Я выбью его. Л получится? Нет. Мお лопа. Я забрoyалаと思ости. Нет. Ti く paint. Не вchodи с патоerman. Я не могу. Ты Auch хич qu основа из дом ejemplo. Я не Bahn. Субтитры создавал DimaTorzok Не ты, Беба Только не ты Августа? Августа, это ты? Августа, я услышала твой голос В чём дело? Беба Всё по-прежнему, Маргарита, без изменений Её поместили в бокс, она полностью изолирована Субтитры создавал DimaTorzok Сантьяго Ортега Сантьяго Ортега Вы Сантьяго Ортега В чём дело? Да, а что? Вы арестованы Встать, руки за голову В чём дело? За что меня арестовали? У нас приказ отвезти вас в штаб Приказ? Чей это приказ? Зачем наручники? Он ничего не сделал Офицер, снимите Я делаю свою работу, так что не сопротивляйтесь Пошли Нет, нет, подождите Это какая-то ошибка Расскажите это в полиции Пошли Я с вами Извините, сеньорита, нельзя Я пойду с Сантьяго Не спорьте, будет только хуже Мы на службе Сантьяго, пустите Лиза, останься с Яморе Останься с Яморе Я скоро вернусь Мама, 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 ты где? Это Даниэль Он проснулся Уже утро? Эй, эй, подожди, ты куда? Ты что, бросишь меня здесь? В чём мать родила? Подожди А что ты ему скажешь? Что все взрослые спят голые? Не знаю, что-нибудь придумаю Я скажу, что... Спрячь одежду Спрячь её, пожалуйста, скорее Я побежала Да, 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 да Доброе утро Привет Как провела ночь? Не сомкнула глаз Через несколько часов Ты будешь дома Всё наладится Они даже не объяснили Просто пришли и увели его Надо что-то делать Я не могу так сидеть Его повезли в штаб Национальной гвардии Яморе, пожалуйста Проводи меня в больницу Как скажете Вы нашли шамана? Да, мы с ним говорили Он дал целый мешок семян Поможешь? Пока я здесь Я не смогу помочь Сантьяго Подожди в машине Да, сеньор Спасибо Надеюсь, задержки не будет Иначе я сойду с ума Постарайся успокоиться, Сильвия Иначе ты примешь неверное решение Мой муж уже всё решил Сильвия, я понимаю, что сейчас не время Но я бы мог Корхе, Игнасио Пожалуйста, Сильвия Я только хочу сказать, что Что ты не одна Что в трудную минуту Я всегда буду рядом Я хочу только одного Чтобы всё стало, как прежде Снова очутиться дома Если Если этого не случится Помни Что есть дом В котором тебе всегда рады Пошли, Хорхе, Игнасио Я не хочу опоздать на рейс Если меня увидят в таком виде Никто не поверит, что ничего не было Зачем Мария Анжела это делает, а? Интересно Эй, привет Привет Как дела? Как спал? Я не знал, что вы останетесь ночевать Почему ты не сказал, Корос? Ну Я хотел, а потом, знаешь, забыл Я видел в маминой комнате двойняшек Они спали с ней, да? Двойняшки? А, да, верно Двойняшки, да Спали в маминой комнате Ты чего, Карлос? Ты танцуешь? Танцую? Нет У меня тело ломит Ты плохо спал? О, Даниэль, смотри, что там, смотри Ничего, я дам надувной матрас Он удобный, ты сможешь спать у меня Хорошо, спасибо Я буду очень благодарен Ну что, я пойду к маме, посмотрю, как девочки Подожди, посиди со мной Мама еще одевается Она бегает по комнате В одной простыне Опять вы? Кофе? Нет, спасибо Я пришел, потому что вы сказали, что мне здесь всегда рады И вы знаете, что меня интересует Я надеялся Что вы вернетесь Неужели? Да Мои люди схватили Сантьяго Артегу Отличная новость, офицер Это здорово Вы неплохо поработали Еще бы Лас! Никаких известий о Сантьяго Мерзавец, как сквозь землю провалился Полиция, вон, сбилась с ног Черт Что это? Первый случай заражения неизвестным вирусом Который уже унес несколько жизней в отдаленных районах страны Несовершеннолетняя девочка доставлена в инфекционное отделение муниципальной больницы Только этого не хватало Я почти с ними расправился, и надо же Что же это такое, а? Где Барбара? Здесь ее нет Вижу, что нет Я спрашиваю, где она? У меня нормально, со слухом Повторяю, здесь ее нет Эрнесто Нурис сказала, что она приходила вчера вечером Зачем? О чем вы говорили? Она решила вернуться? Отвечай, Эрнесто Твоя дочь пришла бросить мне в лицо Что мы Сборище преступников Нужно срочно выяснить, кто именно работал в галерее Должны быть какие-то щита бумаги с именем мужа этой мерзавки Должны быть Что это? Кто снял портрет моих родителей и повесил эту гадость? Маргарита! Маргарита! Что еще? Пожалуйста, иди сюда Да, дорогой Откуда это взялось? Новая картина Тебе нравится? Почему? Ты сняла портрет родителей и повесила эту мазню Чтобы мы Могли любоваться живописью Никто не смеет снимать портрет родителей Неужели ты не понимаешь, что он много для меня значит? Маргарита, неужели я влюбился в женщину, которой не существует? Зачем устраивать скандалы за картины? Я решила что-нибудь сменить в интерьере Давай портрет, пусть висит на прежнем месте Ты не понимаешь, да? Августа Я ее не порвала, не выбросила Маргарита, мы сейчас говорим не о картине Неужели трудно с уважением относиться к чувствам других? И почему именно сейчас, когда мне без того тошно? Кстати, где Карлос? Почему в доме так тихо? Потому что мы с тобой впервые в жизни Остались одни Карлос ушел и забрал девчонок Куда ушел? Я не знаю, он не сказал, но он... Видел это Когда пациентов отправляют в бокс Как они сделали с бабой Туда невозможно попасть Никого не пускают, даже родителей Бадди, 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 пожалуйста Должен же быть какой-то способ Да, чтобы вылететь с работы Послушай Я просто хочу ее увидеть Она должна знать, что я рядом Что я ее не бросил, больше ничего Ты поможешь? Черт, разве я могу тебе отказать? Тем более, что я обожаю Бэбу Она прелесть Доктор, сколько в больнице пациентов с неизвестным вирусом? Пока нам известен только один случай Мы принимаем необходимые меры Какие именно? Мы изолировали пациента, чтобы избежать распространения вируса Вы хотите сказать, что это серьезно? Нет причин для беспокойства Мы занимаемся поиском способов лечения Мы слышали, что вирус обнаружил врач Который работает как раз в вашей больнице Совершенно верно Это Хайме Контрерас Сейчас его нет в больнице И я не могу за него говорить Только этого не хватало Теперь больница окажется в центре внимания прессы Какого черта я вытащил Контрераса из этой вонючей дыры? Мало того, заразившуюся девчонку принесло именно к нам Залез будет в лярости Не может быть Это похоже на кошмар Я никак не могу проснуться Сначала исчезает Лиза До сих пор неизвестно, где она Потом заболевает Бэба Попадает в больницу В строжайший карантин А теперь Карлос и Сильвия Нет, я не выдержу Это выше моих сил Августа, у всех бывает черная полоса Это не просто черная полоса Неужели ты не понимаешь? Я много лет трудился ради семьи Все, что я делал в жизни, я делал ради них И теперь я вижу, как семья распадается у меня на глазах Нет, нет, нет Августа Нет, нет, Маргарита, помолчи Я не хочу об этом говорить Так, я в больницу Мама, ты не знаешь, что с Карлосом? Расскажи У него болит спина, потому что он спал на полу Что? Я проснулся, потому что заломила спину Тебе придется подождать Сначала я приготовлю завтрак Подожди, не нужно Все уже готово Прошу Карлос, спасибо, Карлос Я не ожидала Я тоже Вы так и будете стоять? Садись, Карлос, я подам, хорошо? Да Да Не может быть Марианджело, смотри Что? Фотография Беатрис в газете Что там? Беатрис Эстрада, 15 лет Первая жертва смертельного вируса, вырвавшегося из джунглей Ничего об аресте Сантьяго Ни слова о том, что его нашли в джунглях Может, не успели напечатать? Я не могу просто сидеть и ждать Их волнует только одно Проклятый вирус А? Ты читал? Да, да, да Похоже, что эпидемия проникла в город Жалко, что первым заболел подросток Подросток, взрослый, да плевать Я не понимаю, как его занесло в эту вонючую дыру В муниципальную больницу, а? Ты понимаешь, что это значит? Теперь они будут каждый божий день писать в газетах Так что, дорогой адвокат Теперь ты думай, как с этим справиться Иначе наш проект торгового центра полетит к черту Арестовали Сантьяго Мы были в лесу Появились солдаты и его увели Ты в порядке? Да, доктор, я принесла семена И еще мне нужна помощь Успокойся, Лиза Расскажи толком Я сойду с ума Я не понимаю, что происходит и кто за этим стоит Умоляю, доктор, помогите Конечно, я помогу А ты постарайся взять себя в руки Я думаю, что сеньор Ортега в штабе национальной гвардии Они сюда приходили Вы знали? Они появились, когда вы ушли в джунгли Почему меня арестовали? Это ты Ты мерзавец, Анибал Я законопослушный гражданин Негодяй! Спокойно Все, что он говорит, неправда, офицер И вы не имеете права меня трогать Ошибаешься, Сантьяго Имеют Тебя ищут по обвинению в убийстве Фильм озвучен компанией Интракоммуникейшнс 2003 год Умоляю, доктор, помогите Я не буду прорачивать ищут по тему виду